Воры в законе ждут второе начало рыночных войн. В преступном мире с нетерпением ждут наступление 2019 года. Ведь уже весной и летом должны произойти наиболее значимые события для воров в законе. На свободу выйдут криминальный генерал Итериел Аняйна, Таро, и Ахмед Домбаев, Ахмед Шалинский. Первый, безусловно, захочет стать вором в законе номер один. На что имеет все шансы. А второй может подвинуть в рыночном бизнесе позиции, которые заняли кланы азербайджанских законников. Роша Наджанева, Вахида Сулейманова, Надира Салифова. Поэтому вторая половина 2018 года может быть богата на масштабные исходки и ожесточенные разборки. Итериел Аняйна, несмотря на то, что уже почти 10 лет находится за решеткой, продолжает оставаться одним из самых влиятельных воров в законе. В свое время, находясь в состоянии войны со всемогущим Аслайном Усаяном, Дед Хасан, Таро смог привлечь под свои знамена добрую половину влиятельных законников. Считалось, что и за решеткой он оказался в результате этой войны. В 2009 году Аняйн был арестован, а потом приговорен к 10 годам тюрьмы за вымогательство и похищение. Впрочем, как полагают отдельные представители криминального мира, Таро весьма достойно ответил сопернику и имел прямое отношение к расстрелу Усаяна в 2013 году. Другими участниками заговора считаются законники Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский, Равшин Джанев, Равшин Лянкаранский и Джамал Микеладзе, Джема. Тема о возможной причастности Таро к гибели Деду Хасана поднималась и на самой крупной сходке воров в законе последнего времени, прошедшей в Армении в 2015 году. Но тогда было решено отложить выяснение до освобождения Аняня, чтобы задать ему вопросы лично. Впрочем, скорее всего, эти вопросы не прозвучат вовсе. Инициатором армянской сходки был Захарий Калашов, шакро-молодой, а он сам отправился в тюрьму почти на такой же срок, который заканчивает отбывая Таро. Что касается других заговорщиков, то сейчас из них на коне только самый близкий друг Таро Мираб. Равшин был застрелен киллерами в Стамбуле. Джема после отсидки в России запомнился только неадекватными выходками в общественных местах в зарубежных странах. Поговаривают, что из-за различных вредных пристрастий он стал персоной, с которой невозможно общаться. Поэтому большинство законников игнорируют этого вора, да и сам он не стремится к каким-то крупным целям. Мираб в последнее время почти незаметен. Этому есть несколько причин. Вначале у него возникло непонимание с Надиром Салифовым, Лоту Гули. Особенно после неудавшегося покушения на последнего. А большинство непониманий с Гули обычно заканчиваются убийствами. Потом, как говорят собеседники Разбалта, знакомые с ситуацией, Таро передал весточку Мирабу, просив не активничать, дожидаться его освобождения, а также бросить все силы на решение испанской проблемы. Тарье Ланя не должен выйти на свободу в начале лета 2019 года. Однако его российский паспорт был признан недействительным и Таро уже объявили, что его сразу вышлют из РФ. Аня Аня уже давно объявлен в розыск Испании за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Ему светят перекочевать из российской тюрьмы в испанскую. Однако поговаривают, что старания Мираба не прошли даром. Поэтому в королевстве Аня не может получить более лояльные отношения, чем ожидалось ранее. На это очень надеется и сам Таро. Он уже обсуждает свои возможные планы на свободе, которые предусматривают организацию крупной сходки за границей, чтобы расставить точки над и по многим вопросам в воровском мире, а также определить, куда дальше будет двигаться этот мир. Сейчас возможная масштабная сходка является активно обсуждаемой темой среди многочисленных сторонников Таро, предпочитающих до выхода шефа не проявлять активность. Дальнейшие возможные действия Аня Аня тоже предугадать несложно. Сам он останется за границей, где будет формировать весьма мощный фронт. В частности, в коалицию с ним может вступить и Надир Салифов, Лот Угуле. И, конечно, Таро постарается отправить в Россию как можно большое количество представителей своего клана. Пока Таро находится за решеткой, Ани в РФ не объявляется, чревато для здоровья и свободы. Но, имея за спиной столь влиятельную фигуру, непременно опять потянутся в Россию. Если все планы Аня не осуществятся, он вполне может занять место вора в законе номер один. Пока таковым считает содержатель всероссийского общего коллег Шишканов, Шишкан, но в этом статусе он себя почти никак не проявляет. Понятно, что подобные процессы будут сопровождать большим количеством разборок, находящиеся в РФ законники крайне не обрадуются имя Арам Таро. Однако гораздо больше разборок может последовать после освобождения другого вора в законе, Ахмеда Домбаева. На воле его готовились встречать еще осенью 2018 года, но не сложилось. Шалинскому пришлось отсиживать весь срок. Стены тюрьмы он покинет весной 2019 года. На этого законника делает большую ставку как в Чечне, так и отдельные представители воровского мира. Предполагается, что он может стать не только чеченским вором в законе номер один, но и подмять все самые сочные объекты, давно уже контролируемые азербайджанской криминальной диаспорой. Представители крупного бизнеса всегда были заинтересованы, чтобы работающие на рынках, в первую очередь, оптовых, представители различных диаспор, среди торговцев преобладают выходцы из азербайджанской диаспоры, находились под присмотром одного криминального босса. Одно время таковым являлся Равшин Джаниев, но сейчас одновременно действует сразу несколько групп, остатки группировки Лян Каранского, бригады Вагифа Сулейманова, остатки бригады Алибалы Гамедова, Гаджа, убит в 2013 году, представители клана Надира Салифова. Нередко эти группы ведут смертельную войну друг с другом. Это не устраивает ни представителей крупного бизнеса, ни правоохранительные органы. Предполагается, что кардинально изменить ситуацию как раз под силу Ахмеда Домбаева и он, при весомой поддержке, наверняка попытается стать тем самым криминальным боссом, под которым окажутся все диаспоры, работающие на рынках. А вот этот процесс точно не обойдется без кровопролития. Так что 2019 год может оказаться весьма интересным на события, связанные с ворами в законе. Расбалт, 3 января 2019 года, Юрий Вершов.